Друзья, подключайтесь. О, начинают люди появляться. Сегодня прямой эфир танца со звездами. Сегодня, ребята, нужно будет голосовать. Если вам понравится наш танец, пожалуйста, голосуйте за нашу пару. Очень ваша поддержка важна. А я посмотрела, как Дима Комаров вышел на фейсбуке в прямой эфир, и я поняла, что мне тоже нужно подключиться и рассказать, как тут у нас дела. Значит, ребята, вот это моя гримерочка. Сейчас мы уже начали делать прическу. Хотя, вот представьте себе, в 9 вечера начало прямого эфира, а мы уже готовимся. У нас сейчас будет генеральный прогон. После этого мы примеряем снова костюмы, пробуем макияж и все остальное. Так, чтобы вам такое рассказать. Сегодня у меня будет очень интересный номер. Безумно неожиданный танец от меня, потому что все сказали после первого эфира, что вот, вроде как, там, я стандартно это танцую. Ребята, поверьте мне, мне так обидно, что выглядеть со стороны все так легко, и кажется, что все так просто прям. На самом деле, на деле, это безумно тяжело. Вот я клянусь вам. Ну и самое неприятное в этой ситуации то, что я уже получила, уже получила травму, травму колена, о которой, ну вот, я не знаю, я не хотела рассказывать полторы недели, и пока что, наверное, не буду, потому что не хочу это все притягивать, но надеюсь, что со здоровьем у меня тоже все будет в порядке. По поводу откровенного танца. Ребята, ну, вы же поймите, нам ставят танцы и отталкивается, ну, как бы, собственно, не от меня. Нам поставили танец, который мы должны сделать, и мы обязаны перевоплощаться в каждом эфире шоу. И будут страсти на паркете, и будут чувства вот эти вот танцевальные на паркете. А как без этого? Нужно же, чтобы вам было интересно смотреть и было что обсуждать. Как попасть на танцы со звездами? Я знаю, что продаются билеты на шоу. Мне очень нравится песня со скриптонитом. Спасибо огромное, я обожаю этого артиста и обожаю эту песню. Так, ты очень классно танцешь. Кстати, 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 посмотрите, пожалуйста, Додо-влог. Вот он вышел, и он про первый эфир, про подготовку, и там видно, как я отвратительно репетировала в самом начале. И вот эти вот стадии, вы можете увидеть роста танцевального. Это прикольно очень. Ногти, нет, у меня не нарученные ногти. Ногти я делаю у своей подружки Nails Made в Киеве. Это мои ногти. Так. Какая прическа будет? Сегодня будут распущенные волосы. Где Женя Котик? Котик где-то там ходит, репетирует, я не знаю. Классный танец. Спасибо. Как вы думаете, какой будет танец, кстати? Комаров победит. Я тоже Димочку люблю. Желаю тоже ему победы. Мы с ним хорошо дружим. Он хороший очень человек. Ты лучшая. Ты дуже чаривна. Дуже дякую. Вовка сейчас в Киеве. Наконец-то он приехал. Он меня очень поддерживает. Он меня привозит на репетиции, на тренировки. Он смотрит на наши тоже репетиции вместе с женой Женей. В общем, у нас такой семейный подряд целый. Танец Гопак. Нет, не Гопак. Сегодня Вовка работает, и он только под конец эфира сможет приехать. Но будет его мама на эфире. Привет, привет. Вы будете танцевать румбу? Я твоя поклонница. А я не скажу. Я не могу сказать. Мне просто интересно, как вы думаете, какой это будет танец. И кто посмотрел Додо-влог новый? Вышел час назад. Гляньте, please. Желаю удачи, Мур. Дерзкий танец. Приостановлено. А, нет, появилось. Я посмотрела. Класс. Как вам влог? Напишите, напишите. Кто видел уже. Он, правда, прикольный. Там очень смешной. Саша с Кичкомой, Дима, Комаров, Женя, Кот и Вовка там есть. Есть, в общем-то, много людей во влоге. Прикольный он. Мне нравится. Бальные танцы. Да, это будут бальные танцы. А какой именно стиль? Кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что сегодня в 9 вечера на 1 плюс 1 начинается прямой эфир шоу-танцей Зеркамы, где я танцую в паре с мальчиком, у которого зовут Женя Кот. Я хочу, чтобы ты выиграла. О, ребята, я очень надеюсь. Но времени так мало. У нас еще параллельно у группы «Время и стекло» куча концертов. Мик Ди, hi! How are you? Miss you guys! В Одессу. Мы, кстати, были неделю назад в Одессе. В каком городе в Украине тебе больше всего понравилось выступать? Вы знаете, каждый город по-своему уникальный, и все города очень разные по публике. Вот, правда, они отличаются. И у нас был два дня назад большой сольник в Днепре. Очень классный был концерт. Вчера у нас два концерта была фигня. Я вот вышла из-за тебя в Инстаграм. Значит, смотрите, это двойная прямая трансляция. Дима Комаров в Фейсбуке, я в Инстаграме. Тут за тебя, кстати, мои друзья, мои подписчики переживают и говорят, что тебе желают победы. У тебя классная шляпа. Большое спасибо. Эта шляпа из Малайзии. Я ее купил в Куалумболе. Ребята, вы не представляете, как Диме реально тяжело. Потому что, на самом деле, если поговорить обо всех участниках, кто-то где-то там чуть-чуть потанцовывает. Особенно Надя чуть-чуть потанцовывает каждый день по концерту. Да, я на концертах. Но, правда, Диме сложнее всех, поэтому, пожалуйста, поддержите Диму. Ну, а так как я его подружка и меня тоже. Я знаешь, какой сейчас придумал? Сью-секунду у меня родилась идея. Ведь кто-то из нас когда-нибудь вылетит из шоу. Обязательно это произойдет. Кто-то вылетит первым. Сегодня, надеюсь, не ты, не я не вылетим. В какой-то туре мы вылетим. Считывая, что мы дружим. Знаешь, как, когда проходят выборы в стране, и один из кандидатов снимает свою кандидатуру, он обращается к своим избирателям. Говорит, я прошу вас, я передаю свои голоса кандидату Василию Пупкину. Отлично. И если вылетаю первый я, я буду обращаться к аудитории и говорить, я передаю голоса Дорофеева. А если вылетаешь ты, то ты передаешь голоса мне. Договорились? Договорились. Ну и что, и завтра у нас еще будут важнее новости. Завтра у нас новости еще важнее. У нас очень важная встреча. И мы пока не расскажем, какая. Пока не можем. Мы завтра обязательно вам сообщим в наших социальных сетях. Дим, ты это клево в шляпе вообще. А можно примерить? Можно, конечно. Я вообще на самом деле шляпа это клево. И насколько я помню... Мне так волосы мешают, правда. Слушай, она очень крута, я так люблю шляпы. Шляпы это круто. А какой у тебя стиль танца, ты еще не выдаешь? Я не знаю, если пресс-служба не объявляла, мы что-то... Но знаешь, пресс-служба написала, что у меня танец на пилоне, хотя это не так. Я, кстати, кое-что сейчас показывал подписчикам, когда показывал за кулисей. Я сейчас был там внизу, и там стоит какая-то белая ванная. Очень красивая. Я не говорил, что она и что-то будет, но просто... Не рассказывай. Я ничего не говорил. Я просто сказал, что это белая ванная, запомните ее. Особенно, если вы настоящий мужчина. И вам понравится. Аж ты. Я, кстати, еще не увидела, не увидела, не успела посмотреть на ваш номер. Но я могу сказать, что Дима будет абсолютно в новом образе, и он очень смешной будет и прикольный. Я вообще в этом шоу, в принципе, мое призвание быть смешным, потому что вот первый эфир прошел, и... Боже, тысячи комментариев. Бревно, дровосек, слон, свиньяк. Кем меня только не называли. Двигаться не убить, позор. Я тоже мразь и шлюха, если что. И мы на эти комментарии... Дровосек, мразь и шлюха. Мы на эти комментарии... Как бы... Мариночка, это наша пиарщица Марина. Мы на эти комментарии реагируем с пониманием, потому что... Я просто на самом деле, главный месседж, я его писал в фейсбуке, хочу донести еще раз, что... Вот как раз прикол шоу в том, чтобы здесь были непрофессионалы. И хорошо, что есть такой дровосек, как я, у которого плохая координация, и действительно, он потихоньку... Это я вам меня назвал так. Дима, ну ты... Да, заходите! Дима, ты харизматичный... О, партнер Дорфеевай! Самый сексуальный мужчина в мире! Его так называют. Пресс-службный. Просто, чтобы ты знал, ты сейчас в прямом эфире у Димочки на фейсбуке, у меня в инстаграм. Привет. Дим, сколько у тебя там сейчас людей смотрит? Ты сейчас смотрит, но... А, нас четыре тысячи... Я не знаю, наверное, просто потому, что... Наверное, потому что... Все это мои чувства. Наверное, потому что выходной день, на великах все катаются, я сейчас ехал. Хорошая погода. Да, погода офигенная. Вот поэтому, друзья, не стесняйтесь танцевать. Посмотрите на меня, как я неумело танцую, и просто сделайте вывод, что не надо стесняться своих ошибок. Нужно учиться и кайфовать. Самая любимая музыка здесь сыграет. Не нужно налогать. Дима, вы главный красавчик этого шутера. Все, Надечка, гримируйтесь, я вам не мешаю. Я пошел, мне тоже пора. У нас сейчас уже генеральный погон. Удачи. Я еще хочу кое-что показать. Давай, давай. Все, пока. Пока, Димочки. Женька, присядь, пожалуйста. Хочу тебе позадавать вопросы. Я забыл. Тебя смотрит очень... Ой, смотри, все больше и больше людей становится. Ребят, вот задайте какой-нибудь вопросик Жене, он готов сейчас ответить. Надя, спой. Ну, ребят, приходите на концерты. Надя, споешь. Так, пока просто сердечки тебе, сильно лайкают тебя. Сердечки. И вам всем всем сердечки. Головья перелила случайно. Сердечки. Сердечки. Сколько тебе лет, Жень? Сорок. Ну, Жень. Я седой, видите. Ты старый. Есть девушка у Жени? Конечно. Привет, Надя. Как у него дела? Спрашивают. Отлично. Тяжело работать с Надей? Очень. Она очень тяжелая. Мне нужно поднимать. Она капец. Женя, ты рад, что ты в команде вместе с Надей? Что? Тебе нравится с Надей танцевать? Нет, я обожаю с Надей танцевать. Хотел тебя увидеть в совсем непривычном образе. Сегодня так и будет. Тебе нравится, Надя? Конечно. Ты жена? Конечно. На Вакарчука похож на песня. Такого еще нет. А в этом месте. Да. Вообще, заходите. Жене нужно в бар... О, это пришло. Привет, ты в прямом эфире. Тебя смотрят 5000 человек. Привет. Это наш музыкальный продюсер, который создает прекрасную музыку на выступлениях всех артистов. И сегодня у нас будет безумно красивая мелодия. И все будет классненько, правда? Конечно. По-другому войдет. И вот человек, у которого самые красивые глаза, я считаю. Посмотрите. Надя, ну ты меня смешаешь. Ну, это же 5000 человек. Ну, красивые глаза. Ну, что могу сказать? Ну, я же не привык на такую универсию выступать. Так. Чтобы больше зал. Так, что еще? Мы уже будем говорить по песне, да? Я поговорил бы. Прерываемся. Ребятки, нам нужно чуть-чуть поработать, мы вернемся. Теменький. Редактор субтитров А.Семкин